Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй меня грешного номер 234 события дня 1 Петра 4.7 впрочем близок всему конец за 2 августа 2016 года ну и далее посмотрите инициаторы гонений Субтитры делал DimaTorzok Диаполит Антоний Храповицкий основатель Русской Православной Зарубежной Церкви вот высказание прочитайте и сегодня мне выставили кто-то сделал непонятно кто интересный ролик потрудился выжимки из Роспотребнадзоровских разных-разных и снабдил их субтитрами небольшой но очень емкий вчера выложили по крайней мере на одном ресурсе так комментариев уже за 200 и лайков около тысячи у меня ролик один номер 18 Александр Нездоровый монах конец света Дмитрий Орлов толковые вещи зацепило сильно не думал что такие люди есть еще кто-то неожиданно я приятно шокованный то ли шокированный или что и вот пишут из Америки дорогой Игнатий Тихонович три раза пыталась поймать вас по скайпу не получилось и поэтому пишу во-первых ваша просьба разыскать митрополита Илариона Капрана не увенчалась успехом и это меня не удивляет в монастыре нет архива и всех монахов а их примерно 25-28 человек а одни очень старые и не вступают в контакт другие молодые ничего не знают кстати многие из России совсем зеленые во всех отношениях я надеялась на монахиню мы с ней дружили с давних времен за монастырем была маленькая община монахинь сейчас осталось только две она не оказала мне никакой помощи вероятно она не очень здорова прошу прощения что я не помогла вам в этом вопросе увы сегодня 1 августа и я поздравляю вас и общину с днем памяти святого Серафима Сорубского и вашу замечательную жительницу потеряю ки Серафиму я снова буду в Москве с 1 сентября по 27-го по скайпу мое лучшее время с полуночи наше время всегда смотрю ваши ролики попадая в совсем иной и уникальный мир храни вас Господь ну что на это ответить я очень ограничен в возможностях потому что находимся практически в степи по скайпу не разговариваю ничего не скачиваю несмотря на это по полной программе снимаются деньги как так делается ничего не знаю сколько раз уже прерывалось дальше приехать к нам на Алтай навестить вот если вы поехали на своей машине вот такой проходной и сами дали вам маршрут куда ем проехали тогда можно а так ну как идут дожди каждый день дорога как кисель доехать невозможно отправляли учеников спецзаказ машины большой проходимости из Барнаула когда детей вывозить надо было отсюда прятать прятать от Роснадзора от полиции угрозы были такое дело и у меня нет возможности никакой а без встречи тут даже до Розеда доехать и дальше тьма ночь понимаете страшно невозможно и неудобно неудобно я готов принять и все но это выше моих возможностей ну нет я пойду даже сам если разуюсь там сапоги там в грязи останутся ну и что дальше пришел в ночь в час в первом часу ночи и куда а потом опять отправлять у нас минуты свободные нету нужно понять правильно время упущено в июне стояла хорошая погода никто не просил в июле сейчас ничего не могу сказать кроме того что уже есть вот теперь наши ресурсы это мой мир люблю его петиция тут медведевый не знаю толк какой есть или нет второе у нас православный форум очень большой 1592 темы заходите регистрируйте здесь надо показать еще в Алтапресс печать была что как нападает на нас и вчера звонят с Москвы тоже какое-то общество как у вас как вы себя чувствуете в новом формате а уже знают что мы детей разобрали мы опередили события 27 июля был суд и все еще речь ведут о закрытии лагеря а я его закрыл еще 18 когда в 22 по местному явилась полиция как дети уже спать легли есть ролики выстрелили где дети убегают и впереди гроза молнии сверкают вообще интересно так что надо опережать события мы этот домик уже в дом приобрели и сейчас очень усиленно стараемся выправить 13 лет стоял без хозяина 13 лет сейчас отмостку делаем и дальше сколько успеем а тут бульдозер должен прийти наверное сегодня это недели две я не должен отходить от новой ни на минуту с раннего утра и до поздней глубокой ночи может быть как он будет с фонарями работать кого куда меня тронуть три пруда восстанавливаем заново три пруда старый еще надо подремонтировать вот мы очень и очень заняты я должен встретить быть все время записывать каждую минуту где заправляли и где что другим передаем расчет каждый день все под записи видео у нас поэтому никогда ни обмана нет ничего и прошлогодний тот приехал представитель но бульдозер другой такой же самый но другой будет бульдозерист ждали вчера мы уже осмотрели все места он приезжал позавчера не было почему сигнала никакого нет ну и с сестрами договоримся чтобы кормили будет жить в нашей гостинице саманы называется вот и дальше вот такое такой ролик был украина форпост епископу лонгину и братья на защиту 28 4 и вот тут отзывы разные помоги господи вам игнатий тихоныч помоги господи другой слав богу то есть ты доехал ну мощный дед дальше молодец Игнатий Тихонович здорово посмотреть хорошее видео спасибо отец я не считаю кто потому что тут не поймешь кто дальше брат Игнатий с богом и мудростью божией а бог защитник и спаситель всех угнетенных а молитва это сила по спасению вот поэтому он и прав и правда побеждает сестра Галина хорошая дальше аминь спасение духе святом правильно лучший лагерь трудовой чем лагерь террористов на Украине где извращают детские души вот показал где кроме того вот у нас здесь свой видеоканал вот он как выглядит вот пока говорил еще двое кто-то зашли видеоканал и вот тут что написано событие происшествия Игнатий Лапкин это если нажать вот здесь главное главное то откроется вот такое запись суда 27 июля 2016 года в 13.30 по адресу город Барнаул улица Попанинцев и дальше наш отъезд в город Барнаул с Потеряевки 24 октября почему-то 15 16 16 года Попанин Игнатий посмотреть вот здесь какие выставил сегодня выставил 10 роликов 10 за один день понятно что у нас богатый материал и здесь 10 но я выставил почему по этой системе это вот жития святых на каждый день в 80-е годы я насчитывал один добрый человек сейчас их оформляет и выставляет вот слушайте тут они разные шерпи 16 минут 12 если по 2 вот кто тут зашел посмотреть рждек в стране чудес дождь на пользу нам сохранил от пожара дождь исправить а не досмотрел я благодарю благодарю там две буквы Д стоит эти как смотрят люди вот так Олег какой-то Виталий Калиников Серафима ну давайте сейчас откроем что этот человек говорит знает ли обстановку что отзыв какой на сегодняшний день просчитать можно все это не открывается какое 23 виталий Карлоха открывается видите когда же открыть готовое просчитать и сколько времени приходится тратить так уже сколько я тут только считаю только на своих ресурсах бываю ну нету что тут пишут закрутит колесико какое-то и ничего больше нет нету не открылось вот хотел показать ну еще у нас ресурс один называется сайт библейский православный сайт очень богатый богатый и тут ответы 4124 вот так можно смотреть ах вот почему не не открылось ну не открылось серафима гаврилов дает советы всем разведенным и ленивым нет но в новом формате это означает лагеря больше не будет у нас я уже не начальник потому что я сам организовал лагерь создал 45 лет назад 45 лет под одной вывеской прожили а теперь переходим по другому детей приглашают деревенские кто-то у них они живут в гостях а заниматься проще это на территории бывшего лагеря так что Роспотребнадзор нас не должен больше трогать это черная полоса потребительская Роспотребнадзоровская она не вечна тогда можем заново возобновить лагерь но ничего больше тут нет почему неизвестно да сейчас посмотрим вот это полиция на сегодняшний день как приходилось событие посетил дежурную полицию в гостях все пока на этом на сегодня Богу нашему слава слава Продолжение следует...